Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как же стать тем самодостаточным человеком, которым все так хотят стать? Как им стать, постоянно нуждаясь во внимании со стороны близких? Скажите на эти дела хобби, ну как, если отсутствие этого внимания отнимает желание и силы к действию? Слышала, всё идёт из отношений с родителями. У меня не было отца, но всегда казалось, что со стороны мамы я получал недостаточно внимания. Хотя в 7 лет появилась первая сестра, позже и вторая. До этого времени мама работала и я много времени проводила с бабочкой. Но мама меня очень любит и умеет проявлять любовь, но скажу, что практически не хватало какого-то персонального внимания к моей жизни. Что же делать, какие установки приобрести, чтобы стать самодостаточной? И правильно строить дружеские отношения, не требуя внимания. Вот, во-первых, чувствуется здесь, что вы, знаете, в каком-то отчаянии как будто бы писали это сообщение. То есть, вот, знаете, прям в каком-то таком критическом состоянии, да, то есть вот всё вот уже вот не знаю как, вот как же стать. А если отвечать на ваш вопрос как-то в общих чертах, то, само собой, это история про психотерапию, то есть самый лучший способ это пойти на психотерапию, выбрать. Выбрать себе психолога, да, и начать как бы с ним последовательно работать. Вот, так вы сможете стать самодостаточным человеком. Это если вот как-то отвечать на ваш вопрос в общем. Теперь, немножечко более подробно. Вы пишите, как стать самодостаточным человеком, которым все так хотят стать. Ну, непонятно, кто все, то есть хотят только люди, которые, кто вот для себя, да, опредметили самодостаточным, скажем так. Так, ну, возвеличили, возвеличили её, то есть, ну вот, возвеличили самодостаточность, вот, и думают, что это, то есть, ну вот, наличие, самодостаточность как-то может решить проблему людей, вот, то есть, это история, она про, ну, про идеализацию, в каком-то смысле, в каком-то смысле, в каком-то смысле про идеализацию самодостаточности, я бы сказал, вот. Что вообще говоря, ну, наверное, наверное, довольно опасно, потому что идеализация чего угодно приводит к игнорированию других аспектов важных, других моментов важных и, в общем и целом, сводит как-то вот, ну, значение человека, его ценность к... к самодостаточности, в общем, при том, что самая самодостаточность вами, на мой взгляд, воспринимается, опять же, как, ну, как некое такое состояние, да, ну, человека, как некое состояние человека. Которое... Которого, точнее, можно достичь, я бы так сказал бы, вот, что, на мой взгляд, является, ну, ошибкой. Дальше. Значит, как им стать пациентом нуждаются во внимании со стороны близких? Ну, смотрите, если мы говорим о внимании со стороны близких, то мы говорим о... подтверждении своей важности. Мы говорим о подтверждении своей... значимости. Ну... мы говорим об ощущении, что я как-то вот... ну, как-то живу. Мы об этом говорим. Ого... И в этом смысле... Это ваша задача, чтобы почувствовать себя важной и ценной, вам нужно, как мне кажется, вполне логично, следовать тому, что вам важна и ценна. То есть, грубо говоря, вашим ценностям, вашим приоритетам, например. А вы, судя по тому, что я могу судить, вы этого в общем и целом не делаете. То есть, вы по факту не следуете за своими ценностями. Возможно, вы, возможно, вы даже не знаете того, какие у вас ценности. То есть, возможно, вы, ну, как-то вот даже не в курсе, не в курсе своих ценностей. И из-за этого, именно из-за этого, вы, собственно, нуждаетесь в том, чтобы вам как-то вот вашу ценность подтверждали, вот, чтобы вам напоминали о том, что вы ценные, чтобы вам напоминали о том, с чего вы стоите и так далее. Ну, опять же, опять же, опять же, опять же, опять же, там есть право. Вы себя таковой не ощущаете. Понимаете? Понимаете, в чём штука и в чём основная проблема? Ну, то есть, потребность во внимании естественна, но вы обращены полностью, полностью на других людей в этом. И получается своего рода такой замкнутый круг. Дальше. Скажете на эти дела хобби, но как, если отсутствие этого внимания, отнимает силы и желание к действию? А потому что вы не привыкли что-то делать для себя. Как раз. Вот как раз идея в том, что вы не привыкли что-то делать для себя. Она не... Всё, что вы делаете, вы делаете для других людей. Стараясь, условно говоря, прочувствовать то, что другим людям важно. Другим. Понимаете? Другим людям. Не вам. А другим людям. И... Отсюда... Возникает... Как мне кажется, вот это вот... Потеря... Если... Можно... Так выразиться. Потеря... Потеря мотивации. Вот. Слышала, всё идёт из отношений с родителями. У меня не было отца, но всегда казалось, что со стороны мамы получала достаточно внимания. Ну, как же вы говорите, что вы получали достаточно внимания, если пишете, что не хватало какого-то персонального внимания к моей жизни? Как же? Тут противоречия. Противоречия. Что же делать, какие установки нужно приобрести, чтобы стать самодостаточной и правильно строить дружеские отношения, не пребывая внимания? Ну, опять же, опять же, здесь вы не замечаете этого, но вы сами себе противоречите. Ну, на мой взгляд. Дело в том... Дело в том... То есть, вот... Как вы себе противоречите? Вы говорите, хочу стать самодостаточной, чтобы строить дружеские отношения. То есть, это уже... Я хочу стать какой-то... Чтобы... Эээээ... Ну, значит, ну, там... Что-то... Что-то получить. Ну... Вы... Извините, конечно. Конечно, но так это не работает, это не работает так, т.е. вы не станете самодостаточной, если будете ставить перед собой так задачу. И более того, вы не станете самодостаточной, если будете пытаться стать ею, потому что чем ближе вы пытаетесь подойти к своей цели, ну в этом смысле, дальше она будет от вас, потому что самодостаточность это следствие определенного внутреннего состояния человека, вот. Именно определенного внутреннего состояния человека, не ставящего перед собой цель быть самодостаточным. А ставящим перед собой немножечко другую цель. Цель проявить себя. Цель проявлять себя. Понимаете? Что-то доносить миру, что-то сказать, что-то, ну, что-то говорить ему миру имеется в виду. Вот. И так далее. А сейчас вы... Совершенно очевидно, что ничего такого не дел... Ну, ну, ну... Ничего такого не делает. Совершенно очевидно. Что... Ни к чему-то такому вы не... Ну, стремитесь к... К сожалению. И это проблема. Ну, что касается... Что касается установок. То я бы сказал... Вот если... Мы как-то говорим про установки, да? Я бы сказал... Что касается установки, это... Эмм... 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 Фиксация. На... Других людей. На других людей, кстати. Фиксация... Эмм... Фиксация. На других людях. Эмм... Через... Ну, через... Эмм... Через... Эмм... Через чур. Я бы сказал, вот, и это может быть проблемой, как мне кажется. Вот, ну, на мой взгляд, вот, понимаете, да, вот такая история, то, что я могу вам сказать сейчас с точки зрения, опять же, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения моего опыта. Поэтому ваша задача сейчас заключается в том, чтобы с этим разобраться. Вот. То есть ваша задача заключается в том, чтобы проработать это все. Вот. Ну, естественно, это потребует какого-то времени. Вот. Это потребует определенных усилий. И так далее. И вот вопрос заключается в том, готовы ли вы, хотите ли вы этим, собственно, заниматься. то есть, ну, интересно ли вам этим заниматься и так далее. Если интересно, обращайтесь, мы вам с радостью поможем выбирайте себе любого психолога, он вам сможет помочь. вот. Вот как-то так. Ну, сейчас я думаю, что у вас есть ощущение какой-то такой вот, ну, вот, бесходности. Вот. Сейчас у вас есть, возможно, чувство потерянности. Ну, вот. Сейчас у вас есть ощущение, что, ну, наверное, что некуда вам деваться. сейчас есть у вас, по-видимому, такое чувство, что как-то, ну, как-то вот, что бы вы ни делали, да, что бы вы ни делали, как бы вы там, условно говоря, не пытались, да, ничего не выйдет. Я вас понимаю хорошо, поэтому вот думаю, что в первую очередь желательно разобраться именно с этим. вот. Дальше уже смотреть. Дальше уже смотреть. Дальше уже смотреть, как пойдет. Ну, то есть, вот, в какую сторону, да, и в каком направлении вы хотели бы двигаться, ну, хотели бы двигаться. Вот. Я думаю, так. Вот. Я думаю, так. Вот. Я думаю, так вам можно ответить на ваш вопрос, собственно, вот. 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 Я буду вам благодарен, значит, за обратную связь по моему ответу. это позволит вам начать над собой работу, это позволит вам начать формулировать для себя какие-то, ну, базовые, хотя бы постулапы для психотерапии, вот. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Пока. Все выглядит. Теперь все будет обязательно.